Параграф 2. Скорость точки. Рассмотрим одну из важнейших характеристик движения точки, ее скорость. Скорость – величина векторная. И характеризует быстроту изменения положения точки в данный момент времени. Дадим строгое определение понятия скорости точки. И покажем, как найти скорость при различных способах задания движения точки. Понятие скорости точки. Пусть точка движется по отношению к системе отсчета O, X, Y, Z. Условно принимаемый за неподвижную и описывает некоторую траекторию. Предположим, что в момент времени T точка занимает положение M. Нанесем символ M и в скобках первый раз, по крайней мере, T. Время T. А в момент времени T плюс дельта T, точка перемещается, занимает положение M1. Момент времени T плюс дельта T. И для введения основного понятия скорости точки зададим ее движение векторным способом. То есть уравнением R от T. В соответствии с этим определим положение M точки радиус вектором R. Положение точки M зададим радиус вектором R. А положение M1. Соответственно, радиус вектором R1. Вектор, соединяющий точки M и M1. Вектор M1. Называется вектором перемещения точки за время дельта T. Из треугольника ОММ1 легко видеть, что вектор перемещения M, M1 равен разности радиус векторов R1 и R. То есть равен приращению радиус вектора R за время дельта T. Дельта T. Преращение радиус вектор R за время дельта T. Я на чертеже нанесу дельта R. Ведем сначала понятие о средней скорости точки. Векторная величина V средняя, равная отношению вектора перемещения M, M1. или что тоже вектора дельта R к дельта T называется средней скоростью точки за время дельта T. Дельта T равно отношение приращение радиуса вектора дельта R в соответствующем промежутку времени дельта T. Дельта T величина скалярная существенно положительная, поэтому вектор V средняя направлен так же, как вектор M, M1 в сторону движения. Нанесем его на чертеже. Вектор средней скорости точки V средняя. Дадим основное определение. Скорость точки в данный момент называется векторная величина, равная пределу, к которому стремится средняя скорость, то есть отношение дельта R к дельта T при стремлении дельта T к нулю. Скорость точки в данный момент равна пределу Ношение дельта R к дельта T при стремлении дельта T к нулю. Что собой представляет этот предел? Он представляет собой производную от радиуса вектора по времени. Скорость точки в данный момент равна первой производной от радиуса вектора по времени. Возьму в рамку эту формулу. Это основное выражение для скорости точки в данный момент времени. Как направлена скорость точки? При стремлении дельта T к нулю положение M1 неограниченно приближается к положению M. И секущая M1 в пределе совпадает с касательной положением M. Нанесем вектор скорости в данный момент на чертеже. Скорость точки в данный момент направлена по касательной к траектории, то есть по касательной к гадографу вектора R в сторону движения. Следует заметить, что из векторного анализа общее положение следует, что вектор, равный производный от некоторого вектора по скалярному аргументу, направлен по касательной к гадографу дифференцируемого вектора, то в данном случае R, в сторону возрастания аргумента. Это приложение мы в дальнейшем будем применять. Запишем. Скорость точки в данный момент времени равна первой производной от радиус-вектора точки по времени и направлена по касательной траектории точки в сторону ее движения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok